не будем тянуть обзор playstation 5 beach land edition исключительно приставка для бедных для тех кто не может себе позволить полноценную полноразмерную приставку sony сделали вот такой вот уменьшенный вариант на секундочку для сравнения майкрософтовская иксбоксовская коробочка но видите разницу это для богатых 30 тысяч рублей это для бедных стоимостью как думаете сколько она стоит она вообще крохотная но раз эта версия для бедных то соответственно sony сэкономили на коробке надо же делать его как-то бюджет не ну как ее можно сделать бюджет не как не самую простую банальную коробку и вот такую вот пластиковую подложку как из любой китайской херни значит в комплекте у нас уже идет приставочка сама есть usb порты кнопка power кнопка сброс ну вот она прям совсем крохотная прям минимальная так еще у нас тут есть инструкция какая-то странная инструкция о даже может пистолет подключать и старую приставку к старому телеку куча куча проводов и целых два джойстика вы видали сколько стоит геймпад от playstation 5 тысяч 7 наверное 6 нифига себе а тут уже сразу два правда они чуть поменьше и проводные но я думаю это ничего не решает и так нормально главное кнопки есть играть удобно два dual sense джойстика в комплекте на секундочку нифига себе да он здесь поменьше с проводом все-таки без всяких там батареек аккумуляторов для более маленькой руки не особо удобно его держать но в принципе свои функции он выполняет кнопки работают имеют приятный отклик в принципе dual sense меня радует да наконец-то они отказались вот от этих вот неудобных торцевых кнопок которые нафиг не нужны но сейчас мы все затестируем она просто пахнет бюджетным геймингом я ее покупал на алиэкспресс и вообще забирать посылочки с алиэкспресс это прямо это удовольствие такой-то маленький но праздник особенно если заказать сразу несколько товаров вот смотрите на днях мне пришла вот эта плоечка еще я хочу себе заказать вот такой вот сюрприз бокс 350 рублей казалось бы да ну вы просто меня засыпали этими предложениями закажи проверь жека проверь почему да потому что здесь в отзывах людям якобы приходят айфоны кто-то в отзывы фоткает айфоны телефоны и ставит 5 звездочек и рейтинг у него 5 звезд у продавца 97 7 положительных отзывов ну в принципе интересно да короче я закажу еще этот бокс себе также еще вот эту вот цепь великолепнейшую и вот такую толстовочку в стиле харадзюку но я закажу это не прямо сейчас а чуть попозднее когда будет кэшбэк увеличен аж в три раза с 28 по 30 января на алиэкспрессе будет действовать горящий кэшбэк до 15 процентов то есть в три раза он будет выше стандартного а это значит что со стандартным кэшбэком ты бы вернул себе рублей 200 а с таким ты вернешь 600 но важно знать что повышенный кэшбэк будет доступен только по ссылке в описании а как им пользоваться я показываю смотрите нужно зарегистрироваться в летишопс или скачать приложение активировать горящий кэшбэк и оформить покупку кэшбэк вернется на баланс и вы сможете вывести все средства на карту или мобильный телефон или же потратить эти деньги снова на новую покупку я собрал себе корзину закажу себе вот этот бокс вот эту великолепнейшую цепь и наверное еще добавлю вот этого умного робота-пылесоса с функцией подметания и зарядки за 400 рублей сравним его с настоящим роботом-пылесосом что он может за эти деньги ссылочка будет в описании как sony великолепно позаботились о потребителе они сэкономили абсолютно на всем даже hdmi разъем и micro sd он должен здесь быть но видать глава сказал самый последний момент нет наша приставка будет самой бюджетной поэтому они убрали hdmi и поддержку micro sd комплекте у нее кстати еще есть вот такая вот подставка та самая на секундочку о которой было так много споров сама приставку можно использовать как горизонтально так и вертикально а чтоб она стоялась тут есть подставка да о шикардосик просто передняя панель у нас имеет два usb надписями joy скорее всего это для джойстиков кнопка reset и кнопка power крышки у оригинала о оригинала у большой дорогой версии снимаются но здесь они не съемные все это сделала sony исключительно для удешевления своего продукта великолепного сама консоль питается от вообще самого банального адаптера micro usb и к телеку подключается через а я понял как она сейчас подключается тюльпаны так называемые в народе просто тут один вход скорее всего он вставляется вот впереди а нет позади вот вставляется и вот это подключается к телеку видео и звук просто когда я подключал детстве видеомагнитофон таким же образом 20 лет назад в видеомагнитофон вставлялась тоже два провода а здесь китайские технологии все-таки как-никак двадцать второй год ну чё давайте тестировать уже на деле я чувствую как пахнет ртx-ом просто ака сколько в ней памяти и даже не написано тут написано g155 но не может же быть 155 гигов в полноценной игровой приставки sony playstation 5 вообще не может вы без меня прекрасно видите как sony превзошла в технологиях xbox просто небо и земля она очень легкая она стоит просто вообще всего-то ничего а вот это тяжеленная греется еще еще и стоит дорого уже больше 30 тысяч рублей в россии первое включение сейчас на самом деле будет происходить о загорелся красный небольшой индикатор которого более чем достаточно чтобы понять что приставка работает за эти деньги больше не надо вот сравните просто нормальный джойстик и джойстик от xbox а вот это вот огромная вещь которая довольно таки много весит которая пожирает просто кучу батареек которая абсолютно не экологичная у них полно лишних кнопок какая-то ребристость тут есть ну сами понимаете это совсем не тот уровень а я же к телеку ты не подключил блин ого да и какая-то музыка даже есть слушай в меню частота обновления конечно тоже как видите очень урезана но тем не менее картинку как бы она держит вот картинка пожалуйста показывается хорошо статично обратите внимание тут уже есть игры в которые можно спокойно играть получается за эти деньги что я ее приобрел есть пожизненная подписка game pass battlefield 1942 смотрите какая графика также есть мультиплеер но для него надо подключать второй джойстик принципе все просто и понятно тут абсолютно любой разберется не это сложная вот эта вот игра которая на компе там со всякими всевозможными там менюшками значками кто хрен разберешь чё делать максимально простая всем понятно даже ребенок справиться офигеть смотрите 200 игр в подписке это на порядок больше чем в ультимейт геймпассе на иксбоксе на секундочку и за это не надо платить каждый месяц уже пожизненный геймпасс у тебя есть вот берешь и играешь звездные войны кстати вот пожалуйста мультиплеер имеется разработчики молодцы теперь я всем сердцем люблю sony смотрите у меня даже телек теперь sony игра максимально простая здесь можно просто держать одну клавишу принципе все ничего не делать ну только умрешь но когда еще это будет вы сейчас скажете о тебя sony купила проплатили я тоже сейчас буду говорить и минусов смотрите когда я хочу просто выйти из игры надо нажать кнопку на устройстве и когда я хочу нажать приставка настолько легкая что я даже не могу это сделать это неудобно надо мне полностью брать в руку приставку и нажимать только так это можно сделать вот смотри far cry новая часть есть давай поиграем far cry ой смотри тут вся еще трилогия far cry есть офигеть еще и мультиплеер а вот в шестом far cry есть мультиплеер вроде бы нет смотри а здесь есть а как пострелять вниз и не бежать вперед при этом игра тоже довольно сложно она нацелена на профессионалов просто на кибер-спортсменов поэтому посмотрим какие еще тут есть игры я бы все-таки world of tanks поиграл но что-то я здесь их не вижу все-таки 200 игр в подписочки о bomberman мне очень нравится это инди-игра от афганской студии кстати одной из немногих судя по наряду это женщина которая занимается подрывной деятельностью так это неверное ой извините случился теракт игра про афганскую женщину тоже имеет свою сложность как и жизнь в афганистане ну ладно это все-таки немножко такая игра с политическим подтекстом поэтому давайте-ка не будем об этом странно что нет здесь все-таки моего любимого world of tanks а вот они все-таки есть тут великолепно мой любимый трек великолепный геймплей а нет база была разрушена но ничего страшного разработчиками дает понять что как бы ты не боролся то все равно ты можешь проиграть ведь волк это жизнь а ты не жил жизнь если ты не волк давайте в биг дак попробуем поиграть мы играем за майнера и теперь я понимаю почему игра называется биг дак тут надо просто добыть крипто монетки вот эти вот штучки вот это вот это на самом деле сатоши единицы крипто монетки и кажется их надо добыть просто все смотрите даже безумный макс есть бэдмакс претерпел изменения это видать какая-то из новых частей которая уже ожидается это только пред релизная альфа пере альфа версия панзер атак но это судя по всему игра про немца скорее всего это одна из аддонов к баттлфилд 1945 так ну вот все вражеские танки уничтожены я прошел первый уровень прямо на ваших глазах отличная игра смотри смотри туда же angry birds есть то есть получается приставка реально поддерживает и не только современные но еще и портативные всеми любимые мобильные игры ну как вам ребята мой обзорчик на самую последнюю новинку игровой индустрии новую playstation 5 beach edition не помню как называется короче версия для бедных людей приставка на самом деле имеет отличное энергопотребление просто минимальнейшие два dual sense джойстика в комплекте которые не требуют расходов на батарейки либо аккумуляторы плюс комплекте идет game pass с 200 играми и онлайном все это пожизненно но это ли не подарок так по мне это лучшая приставка на сегодняшний день когда-нибудь кто-нибудь из вас получит эту приставку себе я ее просто подарю в евг боксе я просто весь хлам соберу из всех вообще боксов что я собирал обзирал своих роликах и сделаю евг бокс он будет временным будет лимитированный но в том числе у тебя будет за какую-то там символическую сумму получить себе вот эту вот приставочку подписывайся на канал ставь лайк ну и увидимся в следующем игровом обзоре с вами был игровой game обзорщик евагей евагеевич всем пока